Играя в Хойку, вы наверняка задавались вопросом, кто все эти правители и генералы с иконы, почему все так угорают по Японии и хотят ее с упором на флот и авиацию, что это за безумный безумец и многое другое. И вам повезло, на канале Соборский вы за короткое время узнаете о реальных исторических фигурах, всю их подноготную и интересные факты, при том в сжатом и весьма интересном формате. А если у вас есть свои идеи для видео, или же вы лучше хотели узнать про какую-то историческую личность, то напишите автору канала под роликом в комментах, и он обязательно прислушается к вашей идее. А если вам заходит такая тематика, то обязательно поддерживайте автора подписочкой и прожатием колокольчика, чтобы не пропускать краткие и информативные ролики. Да здравствует великий безумец и самый лучший Дуччо Муссолини. На дворе у нас январь 1936 года, наш с вами великий лидер и, конечно же, прекрасное древо Италии, по которому мы с вами сможем воссоздать много всего интересного. Но нашей основной целью будет, это Италия впереди и путь до Итальянской империи, над которой никогда не заходит солнце. Воплотим мечты Муссолини о великой и сильной Итальянской империи. И понятное дело, путь этот будет весьма нелегок, по пути нас ждет ряд проблем, и первая из них это военная кампания в Эфиопии. Ну а дальше у нас с вами танковая дуопалия, которая нам режет производство бронетехники, мир осуждает нашу военную политику в Эфиопии, неразвитая промышленность, плохой генеральный штаб, так еще и король, который может свергнуть наш режим, если будет недоволен. Но мы все это добро исправим, и нами будет править только один истинный лидер, великий Бенито. Не безумный, но безумный. Не надо шутить с войной, блин. Это не Германия. И пока у нас идет военная кампания в Эфиопии, давайте-ка займемся промышленностью, ибо производить нам в будущем придется много всего. И посмотрите-ка, уже в феврале мы берем столицу Эфиопии, а на фоне у нас с вами готово улучшение промышленности. Давайте продолжать дальше. Вводим автарки, а наши танки идут делать котлы. И вот она, победа, противостояние в Эфиопии. Уже в марте, это наша земля. Захватываем все регионы, празднуем великую победу, и мы с вами выполняем важную вещь, завершить Абиссинскую войну. Чем повышаем боеспособность нашей армии, а также весьма радуем короля, ибо мы завоевали Абиссинию быстро, и он этим доволен. Автарки у нас готовы, и теперь я пойду по пути завоевания Абиссинии. Абиссинии за 35 дней, а дальше вот сюда вот. Ну и тут будет выбор, средиземноморская антанта, либо же пересмотра римских протоколов. Пока я еще в раздумьях куда идти, но благо пока у нас парочку фокусов выполняются, посмотрю и почитаю, что нам будет интереснее и полезнее. И конечно же, при каком раскладе более-менее нас будет поддерживать короля. То знаете ли, злить его весьма опасно. Еще вздумает нас свергнуть. Кстати, стоит заценить здесь танки. Я подключил сабмод, ссылку на которую вы найдете в описании. И он добавляет 3D-модельки всем танкам основных держав. Посмотрите на эту красоту. Можем полюбоваться танками, где-то, конечно, стандартные модельки, но так большую часть моделей они переработали, сделали. Посмотрите на эту красоту. Кроме того, они, естественно, в армии будут отображаться уникально. Когда у вас эти дивизии будут стоять, можно ими также любоваться. Добавили там модели для Италии, немцев, советов, французов, британцев, многих-многих других стран. Так что, если вам такое интересно, то обязательно зацените. Все-таки для антуража и для большего погружения в игру самое оно. А мы же с вами давайте создадим вассала, итальянскую Восточную Африку. Новая, единая колония, итальянская Восточная Африка. Здесь у нас есть свой правитель, и у него также есть свое древо. Так что он будет развивать свою державу, застраивать его активно, и в будущем станет неплохим подспорьем для расширения наших владений. В итоге посмотрел я на все эти веточки, и самое интересное, оказывается, это Средиземноморская Антанта, потому что здесь мы сможем утвердить военно-морское господство, что откроет нам производство подводные крейсера. Между прочим, меня это весьма радует, а дальше мы еще сможем поддержать переворот Золотого Квадрата в Ираке. Да и по пути, на самом деле, заиметь много клаймов и возможностей для расширения. Ну а заодно объединиться с Югославией и Грецией. В то время как римские протоколы вроде бы неплохи, но ты получаешь только Австрию и Венгрию. Ну и так будет небольшой шанс Венгрию здесь расширить, потом судьбу Румынию и Югославию запилить. Все. Здесь же достаточно большая веточка, где повлияем и на Югославию, и на Грецию, и на Албанию, и на Турцию, и морское господство еще будет. Так что мне этот путь больше нравится, здесь больше интересных бонусов. Заявили на весь мир о том, что мы создаем Средиземноморскую Антанту, и давайте интервенцию в Испанию. Здесь нам откроется уникальное решение на националистическую Испанию. И как я понимаю, в будущем мы сможем их призвать к себе в Альянс, что будет неплохим подспорьем. Так что 35 дней на это потратим. А после Испании мы уже можем заняться Албанией, Болгарией, Югославией и Грецией. Тем самым расширить свое влияние в Средиземном море. А вот и эта веточка решений. Мы здесь можем даже вступить в гражданскую войну в Испании, но это снизит боеготовность наших вооруженных сил на 25%. Да и кроме того, другие державы к этому могут и снестись весьма плохо. Так что максимум, что мы тут можем экскалировать наше участие, но тоже вещь на самом деле такая, потому что влияние всего на 5, но боеспособность армии снижается. Зато мы можем поставлять бомбардировщики, развернуть дивизию Драконы Смерти, отправим нашего Красного Графа в качестве военного командира для оказания помощи в их войне. Также можем оказать поддержку флотам, ну и даже передать две подводные лодки. Давайте-ка все это добро мы с вами сейчас реализуем. У нас уже 25 общего влияния, которое в будущем, наверное, может быть активно использовать и затащить Испанию к себе. Делаем договор с Югославией и посмотрите-ка на эту красоту Италия, открывая дипмиссию в государстве Югославия. Мы кидаем ей гарант независимости, а в обмен на это получаем Далмацию и они отказываются от претензий на Зару и на Истрию. Ну что ж, неплохо. У нас теперь есть здесь плацдарм, который мы в будущем можем использовать и между прочим даже создать альянс Югославии. Она согласна и на такой шаг. Выровнял я тут Албанию, так называется фокус, и теперь в Албании как бы фашизм, его чуть-чуть, ЗОГУ передала власть вообще другому лидеру, с которым мы можем объединиться. Но я не буду создавать сам альянс, ибо мы можем сейчас конференцию в Родосе провести и все. Создадим Средиземноморский фронт, туда вступит Турция и другие дружественные нам страны. То есть, скорее всего, более-менее так с Балканами сейчас объединимся. А вот и оно. Нас никто не остановит. Великая Албания, Югославия, Турция. В итоге, посмотрите-ка, здесь лишь Греция не с нами и Болгария. Мы ее пока не можем пригласить, к сожалению, партия недостаточно и напряги, но в будущем они вполне себе согласны вступить вместе с нами в единый альянс. Чему я, безусловно, рад. Можем теперь поддержать турецкие претензии, а можем попытаться договориться с Грецией. И тут у меня, кстати, вопрос. Уптиматум ей лучше или же захватить? На самом деле, давайте-ка на нее надавим. Если она согласится, то войдет в альянс, а если нет, то ее земли станут нашими. Почему бы и нет, нам не повредит неплохая такая греческая промышленность. Но в итоге это было ожидаемо. Греция сопротивляется, ну и не стоит терять время. Мы получаем сейчас войну как бы с Грецией, а еще и с Румынией. Так что все Балканы станут наши. Нам бы еще Венгрию к себе в альянс потом забацать, и вместе мы могли бы здесь сотворить весьма хорошие дела. Но пока давайте-ка судьба Албании, а мы сами объявить войну. У нас тут как раз готовы высадки, так что быстренько сейчас поплывем. Первая десяточка, и следом еще восемь дивизий. А так, основную греческую армию я вроде как отвлекаю, они должны стоять здесь, так что в Афине мы сейчас легко пробьемся. Давайте, кстати, вместе с вами понаблюдаем за этим делом. Ну да, посмотрите-ка, пусто, пусто, серьезно, пусто. То есть мы сейчас спокойненько заходим сюда. Сюда две дивизии. Ну и дальше вот сюда вот спокойненько пробираемся. Забираем все эти территории. И да, у нас даже здесь высадка удалась без проблем. Ну что ж, это безусловно победа. Мы с вами сотворили красоту. Сейчас еще заберем здесь порт, и сможем, наверное, до Фессалоник добраться. Тем самым Греция, не ожидая, скажем так, получила от нас просто нагоняйчик. А надо было соглашаться, входить к нам в Альянс и все. Тогда бы не было бы никаких проблем. Афина уже наша. Как видите, Греция близка к Капитуляции. Можно еще в Гераклеон высадиться, ну либо же дойти до Фессалоник. Хотя, знаете, давайте-ка лучше в Гераклеон высадимся. Это будет весьма быстро и даже, я бы сказал, попроще. Хотя даже высаживаться не пришлось. Все, это победа. Ну что, заберемся греческие территории под свой контроль? Я думаю, да. Греция станет нашей. Пускай это не очень красиво, но эти все земли теперь подчиняются нам. Надо было Греции соглашаться, и тогда бы никаких проблем не было. Кстати, а, Румыния просто не заступилась, но увидели, да? Ну ладно, допустим. Я бы сам не против с Румынией повоевать, но почему-то она свой гарант отсюда убрала. Что ж, ладно, пусть будет так. И в судьбе ее Албании нам предлагают только один вариант. Мы поддержим окупацию Албании и Югославии. Серьезно? Ну, как бы... Ну ладно. Зару я давать точно не хочу. Ладно, они получат то, что мы обещали. Теперь получается, Албания не наша. Зато нами довольны Югославия. Что ж, это весьма странный обмен. Хотел Албанию себе, а по фокусу только один вариант был. Но, надеюсь, оно того стоит, ибо мы теперь можем утвердить военно-морское господство и посмотреть, что же это такое за подводные крейсера. А вот и оно событие о победе в гражданской войне в Испании. Конта Россия возвращается в Италию. Наш с вами Красный Граф. Постройте в честь него статую. Достаточно быстро мы здесь одержали победу. Как видите, мы успели еще 50 дней бы, и все. Нам тут дали бы дебафа. А так у нас боеготовность подрастет. Кроме того, у нас очень хорошие отношения с Франко. У нас есть 50 влияния. И мы можем Франко в будущем призвать в Средиземноморский фронт, если у нас 50 влияния есть. У нас как раз 50 и есть. Все прекрасно. Можем мы, конечно, его сейчас и потратить на острова, на вооружение, на закупку. Но нам это не надо. Лучше дождемся, и потом сможем призвать Испанию в свой альянс и вместе с ней попили тех же самых французов и британцев. В итоге подводный крейсер это весьма странная фигня, как по мне. Это та же самая подводная лодка, стоит лишь разницу, что сюда можно взять топливную цистерну, которая увеличит запасы горючего, и тем самым дальность плавания. Но оно стоит дороже лодки на 200 единиц. То есть, если тут 570, то тут 745. Конечно, классно иметь баг, но стоит ли оно того, вопрос на самом деле хороший. Единственный плюс, который здесь можно сделать, это наоборот запилить топливный аппарат еще один, тем самым торпедную атаку поднять. Но тогда дальность плавания станет стандартной. И, в принципе, единственный плюс, это более ранний вариант именно такой подводной лодки в третьем уровне. Ибо во вторую ты столько не закинешь атак, даже не знаю. Ну, взяли и взяли. Пускай будет. Больше подлодок, чтобы топить всех и вся. Еще несколько дней откроем с вами решение по индустриализации Южной Италии. Это необходимая вещь, чтобы нам взять вот этот вот приятный бонус на объем заводского производства, еще и на скорость, да и на чайку исследований. Ну, а пока мы всем этим занимаемся, давайте-ка сделаем упор на армию. Мы можем только один упор с вами прожать, хотя на самом деле, а может быть для красоты, все-таки сделаем упор не в армию, а упор во флот. Как бы Италия с флотом. Давайте расширим регион Марина. А с инвестициями нам здесь надо будет использовать фабрики, и через 90 дней мы можем следующее решение брать. То есть нам придется достаточно много времени потратить, но все-таки данные регионы потеряют модификатор слабой промышленности и станут вполне себе полноценными регионами, которые будут приносить нам как можно больше ресурсов. Упор на флот завершен, мы с вами получили данный бонус, полюбуйтесь им. Теперь у нас лучшие и быстрее производятся корабли. Ну и опыт, естественно, флот получает больше. Ну и пока упор на флот немножко приостановим, давайте-ка реформы Париани сделаем. Время подготовки дивизий быстрее, а также получаем скорость дивизии больше. Ну и понятное дело, так как скоро 39-й год и начнется активное противостояние, то нам надо сильную армию. Поэтому сначала пехотка, потом вернемся во флот, а дальше в авиацию. Кроме того, по пути мы здесь получим боеспособность наших вооруженных сил, а нам ее уже надо как можно быстрее поднимать. Если она не будет стопроцентной, то мы получим дебафы. Конечно, не как чистка у Советского Союза, но все равно весьма они приятные. Ура! 25 января 1939 года у нас подготовка армии к войне закончена. Мы теперь не получим никаких дебафов, а все благодаря тому, что мы с вами закончили модернизацию наших танков, все здесь выполнили, соточку достигли, и кроме того, у нас теперь нет до полей на танке, и мы можем с вами взять конструкторское бюро аж средних танков. Ну и собственно танки исследовать и производить намного быстрее, чем раньше. По десяточке в день теперь у нас ЛТшек производится, и это весьма годно. Ну а так, нам с вами надо уже готовиться к будущему противостоянию с союзниками, я здесь сотрудничество уже докачал до 75%, мне со вторым повезло. Сейчас еще разочек качнуть, и Францию при капитуляции я смогу забрать под свой контроль. Надеюсь, мне удастся провернуть эту операцию, и немец останется без Франции, а мы же с вами получим здесь хорошего и сильного вассала. Все это в наших руках, так что я думаю сможем воплотить. Ну и вдобавок к этому, посмотрите сюда, через 49 дней у нас будет последняя инвестиция закончена, и мы с вами сможем взять вполне себе приятный и хороший бонус, вот этот вот, который даст нам, как видите, очень много всего классного. Ну и еще по производству я делаю транспортные самолеты, так как у нас есть коллапридство во Франции, то нам может быть удастся ВДВшниками здесь сотворить весьма интересную дичь, а еще и благодаря вступлению Испании разрулить во Франции и сделать красоту. Но так, к сожалению, не все страны вступятся к нам в Альянс, потому что Болгария теперь готова только вступиться в Альянс с немцами, Венгрия тоже не желает с нами теперь объединяться. Это меня весьма заставляет грустить, но ничего не поделаешь. Низы хотят мирным, придется потом военным путем их захватывать. Благо, думаю, наших сил и нашей власти для этого хватит. А так, за эти три года мы с вами подняли армию до миллиона и ста, это немного. Кроме того, у меня есть запасы еще, чтобы на полмиллиона поднять, если даже не больше. Также я создал 12 танковых дивизий, они, правда, из ЛТшек состоят, но в целом для Франции это более чем достаточно. В будущем, понятное дело, придется модернизировать, а сейчас даже с таким добром французов можно будет пробить и пробраться вглубь их земель. Кроме того, у нас есть маломальский боеспособный флот, конечно, много подлодок и эсминцев, но при поддержке с воздуха мы можем дать бой британцам и попытаться пробиться к Лондону. Так что мечты об Итальянской империи вполне себе реализуемы. Ну и понятное дело, сейчас я их взять, к сожалению, не могу. Для победы фашизма нам нужна Франция под контролем, а также Британия должна быть побеждена. И смотрите, самое важное, произойдет событие, Бенита Муссолини захватывает короля. То есть, наконец-таки, король не будет против нас действовать. Это, по-моему, хороший бонус. Ну а потом мы же, да, можем заняться италинизацией и над Италией никогда не заходит солнце. Так что, думаю, еще одну серию, максимум две, и мы с вами увидим победу фашизма. Это такая первая, на раскачечку, на раскормочку. Мы с вами уже обзавелись неплохими союзниками. Кроме того, как вы понимаете, Испания будет за нас. Ну а здесь пакт крови. Ой, немец-немец. Удачи тебе с таким пактом. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам зашло и понравилось. И если вы ждете продолжения, то обязательно поддержите ролик своим лайком и комментом. Всем до скорых встреч в новых видео. Хигучи.